Вторичная катаракта. Насколько это опасное заболевание, что можно сделать, чтобы избежать вторичной катаракты и как от нее избавиться. Всем привет! С вами снова Алексей и я неофтальмолог. Для начала давайте разберемся, что такое вторичная катаракта и откуда она берется. В норме наш хрусталик глаза, наш естественный хрусталик глаза, это достаточно толстая плотная линза, заключенная в специфическую оболочку, которая называется капсула. Когда происходит развитие катаракты и необходимо удалять хрусталик, либо без катаракты вы делаете рефракционную замену хрусталика, принцип действия один и тот же. Хирург сначала в этой капсуле делает небольшое круговое отверстие, через которое будет удалять основной материал хрусталика. Это отверстие называется круговой капсулорексис и через него мы дробим и удаляем нашу естественную линзу. После того, как естественный хрусталик глаза человека будет удален, остается вот эта капсула, в которой могут оставаться частички эпителия вашего родного хрусталика. Безусловно, врач их максимально старается удалить, но практически невозможно полностью удалить эти клетки. После удаления основного хрусталика в капсулу имплантируется искусственный хрусталик глаза, искусственная линза, которая занимает свое специфическое положение в капсуле и задняя поверхность искусственного хрусталика, задняя поверхность интраокулярной линзы, должна плотно соприкасаться с капсулой хрусталика. Но клетки эпителия вашего родного хрусталика, которые могут остаться в капсуле после операции, со временем начинают осаждаться на капсуле вокруг хрусталика. Они могут начинать делиться и, что самое неприятное, они могут попадать в пространство между линзой и капсулой. Они не полностью прозрачны, и когда они заполняют пространство между искусственным хрусталиком и капсулой, ваше зрение начинает снижаться, потому что они делают ваше зрение как будто бы опять матовым, непрозрачным, нечетким. По данным Американской академии офтальмологии, вторичная катаракта развивается с частотой от 20 до 50% в период от 2 до 5 лет после имплантации хрусталика. Риски и скорость возникновения вторичной катаракты зависят от многих факторов. От индивидуальной реакции организма, от выбранного типа хрусталика. Кстати, в моем предыдущем видео, ссылка в этом углу, я рассказывал про материалы хрусталиков, как они могут влиять на вторичную катаракту, и у дорогих современных хрусталиков, которые сделаны из более качественного материала, имеют более качественное прилегание к задней поверхности капсулы, имеют такой специальный квадратный край для предотвращения вторичной катаракты, риски возникновения вторичной катаракты могут быть значительно ниже, чем у более дешевых и более простых хрусталиков. С такими хрусталиками риски возникновения вторичной катаракты могут быть в пределах 5%. Поэтому первая и основная рекомендация, как избежать вторичной катаракты, это использовать хорошие качественные хрусталики. Каких-то других рекомендаций, как избежать вторичной катаракты, ну, например, заниматься спортом, правильно питаться, хотя это само по себе полезно, или делать какую-то специфическую гимнастику для глаз, не существует. Вторичная катаракта либо разобьется, либо нет. Насколько опасно это состояние и что можно с этим сделать? Скажу сразу, ничего страшного во вторичной катаракте нет. Она, безусловно, начнется временем снижать качество вашего зрения, у вас могут появляться круги светорассеяния, особенно если вы ночью смотрели на какие-то источники света, у вас будет снижаться контрастная чувствительность, и если это вас беспокоит, последует обязательно обратиться к врачу для удаления вторичной катаракты при помощи специального лазера. Удаление вторичной катаракты при помощи лазера это абсолютно безопасная и безболезненная процедура, особенно если она выполняется на хорошем и правильно настроенном оборудовании и выполняется опытным врачом. Как происходит удаление вторичной катаракты? Используется специальный инфракрасный лазер, который фокусирует свою энергию на определенном расстоянии от задней капсулы хрусталика, которая помутнела. Энергия лазера фокусируется на расстоянии примерно 200-300 микрон от этой задней капсулы и в том месте, где лазерный луч фокусирует энергию, происходит небольшой микровзрыв. А энергия этого микровзрыва направляется в сторону капсулы хрусталика, которая помутнела, и разрушает и капсулу, и это помутнение. Обычно врачу потребуется несколько десятков таких выстрелов, чтобы полностью очистить ваш визуальный путь от этих помутнений. Для этого процесса используется абсолютно безопасная и минимальная энергия лазерного излучения, которая никоим образом не влияет ни на сетчатку, ни на качество зрения и не разрушает внутренние структуры глаза. Специфика этого микровзрыва такова, что энергия направлена только в сторону капсулы и никаким образом не достигает чувствительных частей глаза, таких как сетчатка, макула или зрительный нерв. В некоторых случаях после этой процедуры вы можете замечать какое-то небольшое количество каких-то мушек, летающих артефактов в глазу, которые являются небольшими частями капсулы. Это не страшно, и через несколько дней они могут полностью исчезнуть и вас беспокоить не будут. В отличие от обычной катаракты, которую нужно оперировать чем раньше, тем лучше, чтобы избежать осложнений. Вторичную катаракту можно оперировать в любое удобное время, когда вам будет удобно. Здесь нет никакой спешки, главное, чтобы качество вашего зрения не портило вам качество вашей жизни и не влияло на вашу безопасность, например, при ходьбе или при вождении автомобиля. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, смело комментируйте внизу, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. С вами был Алексей, и я не офтальмолог.